Девушки отдыхают Телерадиокомпания «Русский мир» продолжает цикл передач «Наследники Победы», посвященной 75-летию Победы Великой Отечественной войны. Здесь в студии автор, ведущий Юрий Бутунин. Здравствуйте! Сегодня разговор пойдет о маршале Советского Союза Семене Михайловиче Будинном. Вначале, как всегда, я предлагаю посмотреть небольшой сюжет о маршале, и дальше мы продолжим наш разговор. И у нас будет подключение с внуком Семеном Михайловичем Алексеем Сергеевичем Будинном. Давайте смотрим сюжет. Семен Михайлович Будинный – маршал и трижды герой Советского Союза, полный кавалер Георгиевского креста и Георгиевской медали всех степеней. Еще при жизни стал легендой. Родился на Дону в 1883 году. Был командующим Первой конной армии в годы Гражданской войны, одним из ключевых организаторов Красной кавалерии, благодаря чему образ Семена Буденного и его соратников получил широкое распространение в рамках советской и антисоветской пропаганды, а также многочисленных книг, фильмов и картин. Бойцы Первой конной армии известны под собирательным названием «буденовцы». Ему удалось не только проделать путь от унтер-офицера до маршала всего за два десятилетия, но и стать одним из самых знаменитых и узнаваемых людей в Советском Союзе. Он успешно прошел русско-японскую, Первую мировую и гражданскую войны, был одним из немногих высших военачальников, не угодивших под чистки в рабоче-крестьянской Красной армии в конце 30-х годов. Спасибо, спасибо, спасибо. А сейчас я как раз вижу у нас на связи Алексей Буден. Алексей Сергеевич, здравствуйте, я приветствую вас. Добрый день. Давайте-ка мы поговорим о вашем легендарном деде. Я не случайно сказал о легендарном, потому что, готовясь к этой передаче, я рабочий вариант нашей передачи и нашей беседы назвал «Заговоренные легенды». Я столько узнал интересного о Семену Михайловичу, что вполне счел необходимым как раз поговорить о том, что о нем ходило очень много легенд. И, как я убедился, эти легенды оказываются не легенды, не вымысел, а это на самом деле было то, что о нем говорят, очень много подтвержденных фактов. Но начнем мы с вами, наверное, с 41-го года. Это парад Победы, ноябрь, 41-й год. Я прочитал в источниках, что когда Гитлер узнал о том, что такой парад должен и может состояться, он был просто в гневе и приказал, в общем-то, стереть с лица земли Красную площадь. А командовал парадом как раз Семен Михайлович Буденный. Несколько слов, если вы знаете об этом параде. И как произошло так, что командовать парадом вдруг был доверен Семену Михайловичу? Это очень интересный факт. Ну, конечно, я знаю, и вся наша семья знает про этот исторический шаг. Это решение очень сильное было принято ставкой ГХОНа главнокомандования. Буденный не командовал парадом, он принимал парад. Здесь легкая поправка, но, в принципе, идея того, чтобы отозвать Буденного с фронта и поручить ему принять этот парад перед носом у наступающей гитлеровской армады была абсолютно закономерна. Буденный был народным героем. Его знала наша страна с 1917 года и к войне 1941 года он был уже очень известный военачальник в 1935 году, получивший одним из первых звание маршала Советского Союза. Парад надо было принимать верхом на коне. И поэтому два условия нужно было. Первое, что принимающие и командующие должны были уметь прекрасно владеть конем. И во-вторых, вернее, даже, наверное, во-первых, принимающий парад должен был быть таким героем, которому бы поверили все люди, которые узнают об этом параде. Я имею в виду люди Советского Союза. Конечно, Рокоссовский тоже конник, но он был недостаточно известен в начале войны. Конечно, Жуков был конник, он тоже был недостаточно известен в начале войны. Поэтому логично было, что решение остановилось на Буденном. И дедушка мне рассказывал, как он был отозван в Кремль. И там ему сообщили об этом решении. Показать, что страна не сломлена, что армия готова сражаться. Единственное, что не очень мне нравится, то, что перенесли парад на час раньше. В связи с этим хроника не успела. Хроника приехала на час позже, то есть она приехала вовремя, но для безопасности парад был перенесен на час раньше. Небо было в тучах, поэтому налета не было. Буденный готовил и противовоздушную оборону. Все, весь комплекс проведения этого мероприятия был на Семене Михайловичу Буденному. Да, ну давайте мы вспомним, тогда перекинемся в далекую-далекую юность, даже можно сказать детство. Впервые на коня он сел 8 лет, а последний его выезд был, по-моему, когда ему было 87 лет, насколько я знаю. С последним выездом я точно могу сказать, что это было 85-летие. В юбилей приехали корреспонденты и попросили Семена Михайловича попозировать на коне. Это было год 85-летия. А вот насчет 8 лет, это я не могу с уверенностью сказать. Я знаю, что чуть ли не сколыбели. Он ездил на коне, и в одном из состязаний, это же казачество, это Дон, это исконно казаческие земли, Семен Михайлович Буденный не был казаком, как известно, он был иногородним, как их там называли. И министр обороны, скажем так, Куропаткин в свое время, посетивший состязание на Дону, вручил Буденному серебряный рубль и поздравил его, поздравляю тебя, казак. Ну, так сказать, Буденный не промолчал, сказал, что он не казак, а иногородний. Он сказал, ну тогда, говорит, ты бегаешь в армию, говорит, собственно, Буденный и пошел в армию. А вот не говорил ваш дед, а куда он этот рубль-то подевал? Про рубль история умалчивает. Про рубль ничего не могу достоверно рассказать. Вот, значит, но то, что Буденный удостоился пожатия руки Николая Второго, уже без рубля, просто пожатие руки, значит, это было, когда он победил, Буденный занял первое место на соревнованиях Кавалерийской школы Петербурга. Ну, он был, естественно, легендой, я еще раз говорю, заговоренной легендой, мы еще об этом вернемся, но кроме министра, военного министра Куропаткина, он же встречался с Владимиром Ильичем Лениным, или я ошибаюсь? Ну, конечно, да, конечно, нет. В этом случае вы не ошибаетесь. Встречи были, и у Буденного есть воспоминания, и есть воспоминания Клары Цеткин о мнении Ленина о Буденном, о русском мюрате, такая фраза у Владимира Ильича мелькнула про Семена Михайловича. Конечно, эти встречи были, и Сталин, и Буденный, и Фрунзе, Ворошилов, это начало, начало становления Красной Армии, и к войне Великой Отечественной Буденный подошел первым заместителем Наркома Обороны, и образованы были три направления по отпору врагу, одним из них командовал, назначен был командовать Семен Михайлович Буденный, вторым Тимошенко, третьим Ворошилов. Так началось устраивание обороны. А вот что это, легенда или нет, что 21 числа, я имею в виду 21 июня, в Кремле был ночью, это была Сталин, Тимошенко, Жуков, Буденный, и там произошел, это 21 июня, это буквально несколько часов до начала войны, там произошел достаточно серьезный разговор, когда были предложения, предположения, что вот есть такая информация, что начнутся вероломно гитлеровской Германии нападет на Советский Союз. И мнения разделились, и якобы Сталин, выслушав высший командный состав, обратился к Буденову, и тот, у него было противоположное мнение, то, которое высказали вот Жуков и так далее. Сталин поддержал Буденного, это за 4 часа до войны, это легенда или нет? Я знаю об этой встрече, но встреча эта действительно произошла ночью, но все-таки она произошла уже после прохождения информации о начале войны. Информация поступила, и наркома обороны Тимошенко, первый зам наркома обороны Буденной и начальник генерального штаба Жуков были ночью у Сталина в кабинете принимать первые решения. И я не хочу сейчас говорить о других великих наших военачальниках, но есть неопубликованный дневник Семену Михайловичу, возможно, что дойдут руки у меня опубликовать его. Там дословно передано мнение Буденного о том, куда будут направлены главные наступательные удары немецкой армады. Они абсолютно были высчитаны стратегически, точно, и именно по этим направлениям были сформированы три направления отпора. Еще одна существует такая легенда, вы ее подтвердите или опровергните, это то, что когда началась война, и немцы стали бомбить, и Стополь в том числе, вот, что Буденный звонил Сталину, и один из первых сказал ему о том, что такое событие трагическое началась, война. Ну, по поводу того, что Буденный звонил Сталину, я знаю и могу подтвердить достоверно, что направленный на южное направление Буденный как командующий, куда входили несколько фронтов, он включал в себя собственно это направление обороны Киева. И вот когда Буденный, который был туда отправлен не для того, чтобы сдавать Киев или отступать, а для того, чтобы организовать оборону, перейти в контрнаступление и дойти до Берлина, но в начале войны это было абсолютно нереально. Армия не могла не то, что перейти в контрнаступление, оборона была очень сложна. И тогда Буденный позвонил Сталину с тем, что Киев надо сдавать. Сталин, конечно, был полным негодованием вот этого звонка, потому что он не ожидал от маршала Буденного такого предложения, и вместо того, чтобы прислушаться мнению Киевного, который находился на линии фронта, он был заменен. Он был вызван в Москву и туда прибыл маршал Тимошенко, который защищал Киев к сожалению безуспешно и там огромная группировка была погублена. в Москве. Понятно, давайте теперь поговорим о еще одной легенде, но это легенды довоенные, хоть такие слухи, что действительно Семен Михайлович был легенда, он был знаменит на всю страну, и что были такие моменты, когда он выступал или еще какие-то были встречи с народом, то у него шинели якобы отрезали, отрывали кусочек, шинели отрезали на память, потому что существует легенда, что его никакая пуля не может взять. Мы потом поговорим о знаменитой Бурке его, конечно, но это правда, что отрезали такие кусочки или отрывали какие-то на память? Да, дедушка со смехом рассказывал, это было в Грозном, это чеченская столица, и именно там, когда он выступал, не то, что когда он спал, или когда он повесил шинель, прямо он стоял на трибуне на высокой, и когда он с нее сошел, шинель стала на полметра короче, ее отрезали на талисманы. А почему так? вот его же, как бы, давайте вернемся к этой Бурке, это тоже какая-то потрясающая история, когда это была Первая мировая, насколько я знаю, да, что было все изрешечено, а ни одна пуля его так и не смогла взять, это что, легенда, или на самом деле, так вот, факт подтвержденный? Ну, отчасти, отчасти легенда, отчасти правда, дело в том, что он жил с пулей в легком, и когда его спрашивали доктора, не мешает ли вам жить в пуле, он сказал, что она мне не мешает, а я ей не мешаю, в общем, он так и жил с ней, а из седла, из его адъютанта на войне вытряхивал просто десятки пуль, но как они миновали Буденного, ну, как миновали, в руке у него осколок шрапнели, тоже остался на всю жизнь, то есть, были ранения, конечно, они были не смертельные, но, видимо, выучка, выучка, а вы знаете, я даже себе представить сейчас не могу, что такое идти в лобовую атаку, в сабельную, на тебя идут такие же хорошо обученные, с холодным оружием люди на конях, ну, в общем, как он прошел все это, нам неизвестно, что он прошел долгую жизнь, и он прошел ведь не только через войны, он прошел ведь и через мирные периоды, которые иногда бывали страшнее, чем военные, иногда на войну люди прятались, прятались на войне органов, и в свое время, когда дед участвовал в обороне Крымского полуострова, это Керченский знаменитый, да? Да, именно там, именно там он столкнулся с органами госбезопасности, это столкновение нанесло некий достаточно значимый ущерб его дальнейшей биографии. Это в лице Берии Серова, насколько я знаю, да? Совершенно верно, да, 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 совершенно верно. Ну, раз мы начали эту тему, все равно стоит ее раскрыть, иначе не будет понятно, что же там произошло. Коротко, это значит, оборонительная операция должна была быть проведена по стратегии Верховного Главнокомандования с участием маршала Буденного, которому были подчинены все силы Северо-Кавказского фронта. Это предполагалось наступление, да, операция наступления. Предполагалось сдерживание Манштейма, чтобы отвлечь основные силы от Москвы и от других направлений. И это удалось, но защитить Крым не удалось по нескольким причинам, и одна из них это то, что маршал Буденный был лишен оперативной связи. Оперативная связь была в руках у НКВД. У НКВД, да. Я сейчас пытался вспомнить, как это называлось во время войны. Да, у НКВД. И вот тогда Буденный в ярости позвонил в Кремль Сталину и сказал, что он не может руководить боевыми действиями, потому что он лишен лишен связи. Это просто была уже не первая встреча, скажем так, Буденного с органами. В свое время он потерял, его жена потеряла свободу, была заключена в ссылку. многие команды, командиры, которые входили в подчинение Буденного были арестованы. Буденный за них заступался. В частности... Вот для один из примеров говорят, он за Рокоссовского заступился, за Константин. Да, это дедушка спас Рокоссовского, он пошел к Сталину и сказал, что я за него ручаюсь, глава. Это было так. Так что это тоже все описано достаточно подробно, но, так сказать, спокойно. В те времена, еще во время войны, дед вел дневники. Все это зафиксировано. Они просто пока еще не были обнародны. Скажите, но ведь он являлся четырежды героем Российской империи, если так можно выразиться. Я тут вас должен чуть-чуть поправить. он единственный, который имел пять. Максимально я веду эту историю. А ну-ка расскажите, это же не те. А он в царской армии во время турецких событий был сокращен паек солдатам. И Буденный заступился и сейчас даже фигурирует фамилия такая ничем не отличившегося вахмистера Хестанова. Этот вахмистер вместо того, чтобы прислушаться к мнению Буденного, который был старшим унтер-офицером, он ударил его. Это было рукоприкладство во время войны. Армия это совершенно в порядке вещей было. Но Буденный не сдержался и нанес ответный удар, от которого Хестанов потерял сознание. И потом, чтобы запутать следствие, солдаты придумали легенду, что это конь ударил копытом Хестанова. Там запутанная история. Но крест у Буденного перед строем у него отняли. Это пятый Георгиевский был, да? Это был первый. Это был первый, да. После этого было еще четыре. То есть у Буденного их было пять всего. То есть он был троем Российской империи аж пять раз. Будем говорить так. Ну, аналогии все хромают, но можно и так сказать. Ну, понятно. Ну, вот у него такая опять же легенда или нет, говорят, что его такой девиз был «Мое дело рубать». Никогда он, в общем-то, не вмешивался в какие-то политические моменты, какие-то дрязги, не участвовал во всех этих делах. А вот у него было «Мое дело рубать». Он был такой простой, как сейчас может показаться. Да. Именно в этой роли, которая сейчас может быть охарактеризована как рубака, именно это и позволило ему прожить долгую политическую жизнь. Да, действительно, он был военный, и он считал, что его работа — это армия. Никаких политических амбиций у Семена Михайловича Буденного не просматривалось. Тогда давайте мы перейдем еще пойдем вот куда. Он говорит о том, что ему было разрешено ходить с холодным оружием в Кремль, и произошла какая-то такая очень интересная история. Легенда это ли и правда, что Сталин и якобы принесли образец новой каски, и Семен Михайлович попытался своей сабелькой эту каску опробовать, и после этого Весен Вестерионович сказал, да, пойдет. Вот давайте поговорим. Это легенда или это на самом деле было так? История такая была. Как мне ее рассказывал дед, он отличался очень сильным сабельным ударом. Поставленный удар, что называется. И для испытания новой каски для армии в Кремле стрелять в каску видимо было не совсем уместно, но достаточно было попросить Буденного рубануть по шашке по каске. Она была признана устойчивой. вот и он это сделал, прямо рубанул по каске саблей. Хороший парень, простой, тогда я не удержусь и спрошу, а какие были ваши отношения, дед рассказывал или нет, между ним и Сталином, это очень важно, и услышать от вас. Семейные легенды. У него было большое уважение к Сталину, потому что они познакомились в 19 году. Это Царицыно, по-моему, было, да? это Южный фронт, но и до войны Буденный ходил, конечно, в близком окружении Леси Васильевича, но никаких анекдотов, скажем так, или каких-то жизненных забавных историй я от него никогда не слышал, и в нашей семье такого никто не слышал. Я припоминаю один из съездов в 60-е годы, я был совсем еще не смышленый, но это, конечно, уже после культа личности. Когда Леонид Ильич Брежнев, генеральная секретарь, участник Великой Отечественной войны, он немножко ослабил культ личности и запрет на упоминание Сталина. Да, и это нашло отклик у маршала Буденного, потому что он считал, что как исторически их нельзя забывать исторических персонажей, тем более великих, таких, каким был, например, Верховный Главнокомандующий Сталин, или такие взять события, парады 1941-1945 года, где одним из участников парада был, конечно, Мавзолей Ленина. Я считаю, что, конечно, эту традицию Мавзолей, на котором стоят руководители государства, участники парада его должны видеть, ведь к Кремлевской стене и к Мавзолею бросали знамена гитлеровских полщиков. Конечно. И вот еще одна история, опять же, развитие миф или легенду, это начало, это 1941 год, когда были показаны руководству и вообще доложены испытания знаменитой Катюши, один из руководителей промышленности, по-моему, не помню, как его фамилия, сказал, что это самоварные трубы стрелять никогда не будут. И Буденный настоял и сказал, что это и одна из его ведущих ролей вообще в создании и в продвижении этого оружия. Расскажите, пожалуйста, это очень интересный факт. Ну, вы знаете, по таким деталям, конечно, фигуру Буденного оценивать нельзя. В частности, новое вооружение, которое в 30-х годах рассматривалось для постановки на боевое дежурство, Буденный принимал активное участие в этом. И танковые, и артиллерийские, и авиационные соединения, конно-механизированные, он понимал, что все-таки война будет маневровой. Для этого нужны были новые соединения, новые вооружения, и в частности, реактивная установка, которую мы знаем как Катюша, она была тоже испытана под руководством Буденного и принята на вооружение в армию. И, как вы видели, эти кадры на Берлин, уже в Берлинской операции она наносила сокрушительные удары. Кстати, говоря о роли кавалерии, в Великой Отечественной войне, можно сказать, что этот род войск сыграл свою значительную роль во взаимодействии, как я уже говорил, с артиллерией, авиацией, механизированными частями и своими неожиданными прорывами фронта, бесшумными, бесшумными, как вы знаете, прорваться в тыл противника на двигателях внутреннего сгорания, бесшумно пока никак не было придумано еще эта история. Но берлинская операция предполагала окружение Берлина со всех сторон. И со стороны Брэнденбурга именно 7-я акваристская дивизия, в которой встретил победу Буденный. Она находилась в 40 километрах от Берлина и замкнула окружение Берлина. Это были кавалерийские части, которые участвовали в берлинской операции в количестве 100, около 100 тысяч человек там было в кавалерийских частях. А вот знаменитые песни «Едут, едут по Берлину наши казаки». Такая была вот песня. Семен Михайлович, как вы сказали, встретил победу под Берлином. 40 километров до Брэнденбурга. А дальше, вот расскажите, это же очень интересно. Вот он встретил победу, узнал. А дальше его продвижение, куда он поехал? Берлин, Москву поехал, или еще как-то. Куда он начал? Во-первых, первым, с кем он встретился, он встретился с Рокоссовским. Потому что они были давно знакомы. Есть у нас фотографии семейные, где они в побежденном Берлинина, они семьями сфотографировались, выпили, наверное, по стаканчику чая. И после войны Буденному пришлось разгребать то, что сопутствует любой кавалерии. Это представьте себе, что одних монгольских лошадей участвовало в войне около двух миллионов. Он же их из Монголии привез. Вот представьте себе, что это такое, два миллиона конского состава привезти, два миллиона. Плюс к этому участвовало еще около шести миллионов российских поголовьев. Это же надо накормить, фураж должен быть, это же накормить. Буденный командовал кавалерией, он был назначен Сталином отчасти потому, что чтобы он не попал под мельницу Берри, а во-вторых, потому что кроме Буденного никто с этим во время войны совладать не смог бы. Это все обеспечение, это передвижение, логистика, как мы сейчас называем, кадры, обучение, стратегия, распределение по фронтам, на каждом фронте, на каждом фронте, в каждой армии были кавалерийские части. Это надо было координировать. Понятно. надо было это все интегрировать в сельское хозяйство. Буденный же был недавно. Конечно, он был и замминистра сельского хозяйства, даже по коневодству. Я уже не говорю о том, что целые породы лошадей были выведены, которые так и назывались, Буденовские. Но я хотел бы, у нас осталось очень мало времени, я хотел бы вот о чем спросить. Давайте поговорим о вашей семье. Я имею в виду, каким он был вообще в семье? Какие взаимоотношения у вас были вот у вас как у внука с дедом? Какие первые у вас воспоминания дедушки? Он же был дедушкой у вас. Я понимаю, что он был великим человеком, а все равно же он дедушкой был. Ну, я был первым внуком и очень поздним. У всех его у всех его в друзьях, друзей-начальников уже были внуки, уже правнуки были. Вот он, у него же сын родился первый, когда ему было 55 лет, это как раз мой отец, который пошел по военным по военным стабам. Он пошел в Академию Жуковского, стал летчиком. Кстати, в Академию Жуковского он поступил не без труда, опять-таки отголоски оборонительной Керченской операции возникли. Буденного, Сергея Буденного не сразу приняли в Академию Жуковского, потому что из органов безопасности попросили этого абитуриента попридержать. Но неважно. Дело в том, что мой отец, приезжая в гости к своему отцу, к моему деду, он не мог как бы сесть за обеденный стол, не приложив руку к фуражке и сказав здравия желаю товарищу маршалу. Дед ему говорил, Сережа, ну что ты, ты же дома, ну что ты, какая тут честь, садись вольно и так далее. Но, конечно, дед был человеком потрясающей доброты. Он был мудрый, его спрашивали, вы же, Сергей Михайлович, у вас нету гимназического образования, вообще, вы читать-то умеете? Однажды его спросили, читал ли Буденный Войну и Мир? И Буденный сказал, ну, конечно, читал, еще при жизни автора. То есть, тут такая история точная. Интересный факт, молодец, хорошо вспомнил. Понятно. Ну, а все равно, вот, как вы к нему обращались? Я к нему обращался дедушка, а он меня в шесть утра хотел видеть в манеже на чистке лошадей. И вам приходилось это делать? Да, да. В общем, я говорю, что я пошел чистить, все почистил. Какие-то были у вас общие интересы? интересы, я бы не сказал, что это сейчас как-то может быть понравится публике, но в Подмосковье был период, когда было большое количество ворон. Такое количество ворон, что от этих криков не спать, не есть, ненормальная жизнедеятельность никакой не было, потому что они дико кричали в стае. Ну, конечно, у Семена Михайловича иногда нервы сдавали, и он выходил и давал залп в воздух из дробового ружья. Но на день этого хватало. Понятно, интересно. Очень интересный факт, если честно говорить, к сожалению, время уходит, но это в его характере, вот я все это посмотрел, конечно, это легендарная личность, и последнее, вот очень коротко, а правда ему было видение, которое с Божьей Матерью или нет? Я вот хочу спросить, да или нет? Я сказал, ничего не бойся. вам ответить на вот про Божью Матерь совершенно точно не могу ответить, потому что ни икон, ни каких-то культовых предметов в нашем доме не было, и разговаривать со мной он об этом никогда не говорит. Понятно, но тот, кто захочет обратиться тогда к биографии и вообще к документам о Семене Михайловиче Буденном, о легенде, о нашей с вами легенде нашего Отечества. Алексей Сергеевич, я вас благодарю за то, что вы откликнулись, большое вам спасибо, а я, уважаемые телезрители, прощаюсь с вами до следующей передачи. Итак, наследники победы, сегодня была передача о Семене Михайловиче Буденном. отечества. Спасибо за субтитры Алексею